здравствуйте друзья в эфире прямой эфир мой в эфире прямой на gmbox.ru прямой кривой и толстый осталось понять кто прямой и кривой и кривой окей илья вчеренко стас саламакин и пётр сальников мы сегодня играем в замечательное криминальное кровавое приключение мэн хант вы на своих экранах уже видите заставку что происходит спросит некоторые если вы по случайному сечении обстоятельств не были владельцем playstation 2 в 2003 году а вот как как я или первого бокса или так да ну бывают такие в россии вот то вы возможно пропустили писи или с этой игры поскольку официально она в россии издавалась на пляж году 2009 году компания 1с да собственно игра про преступника которого поймали а потом он вроде как был приговорен к смертной казни но почему-то проснулся жив-здоров и голос ему вещает как фильме пила что мол я тебя отпущу на свободу только ты давай сделай вот то что я прошу по городу по ночному развешанная камера наблюдения и сумасшедший голос это на самом деле режиссер который снимает реалистичное кино так плюс всемогущий только зерном да ничего ничего короче синопсис на самом деле такое почему мы решили все не показывать эту игру потому что на прошлой неделе ее срочно собрались запрещать всякие депутаты и в том числе депутаты единой россии самом деле она была якобы любимой игрой пушкина пушкина кстати ее в этой связи нельзя нигде купить сейчас ну где мне кажется я не просил и а мы вам она у нас была точно она у нас была и другой вопрос как мы запустили на семерке это стало возможным то что мы поставили специальный патч короче такая вот история но купить ее на самом деле уже нигде почти нельзя скачать ее тоже нельзя потому что это незаконно вот так что уникальная трансляция в итоге у нас записано есть еще такой важный момент относительно manhunt на самом деле одна из самых наверное нестандартных игр от rockstar от rockstar для быдла когда оторвались оторвались на все миллион как бы в называется выгнали вытоптали бесов благодаря ней ну и вообще в принципе со всей силы угорели давай немножко о механике расскажу это стелс по сути до поры до времени и главная почва для возмущения депутатов запоздалах это степень жестокости которая в этой игре присутствует перед нами сейчас стоит противник которого можно убить тремя способами зеленый треугольничек это light версия красный треугольник так что стоп включи желтый включи желтый мне кажется надо еще ближе подойти да нет может надо замахнуться а вот желтый и красный это самая жестокая смерть начнем с жестокой да вот как хотели в первом комментарии трансляции пакет на голову тот самый лезвием по горлу и в колодец в игре полно вот таких вот закоулков в которых можно дико прятаться а почему такое все вот на экране этой как будто в камере а как будто это во первых как будто бы в камере во вторых потому что 2003 год движок gta 3 убогий достаточно сам по себе а к 2003 году и подавно вот и соответственно крыса зерно это хороший способ сгладить квадратные у меня ушли и головы чем-то эта игра напоминает игру ким пин может тем что лысый мужик главный герой ну или просто много лысого нет там просто много русского мужиков и вот стилистика такая достаточно похожий вот продолжая историю с рокстар нам сказать то что как уже говорилось на прошлой трансляции по игре gta liberty city stories она 4 разумеется вот рокстар каждую игру которую она берет на вооружение каждый с этим каждую историю она доводит до какого-то до какой-то критической массы вот вот и здесь в манханте в манханте эта критическая масса заключается бесспорно вот именно в непомерный на самом деле в каком-то смысле жесток ультранасилие 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 вот есть его как бы важный момент он сегодня буквально фейсбуке когда максим тумичок пиар-менеджера новый диск выложил ссылку на нашу трансляцию сразу появились люди которые начали утверждать что мол вот 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 как вы можете потакать потакать до вот этой всей истории раздувать эту тему рассказывать о ней и так далее так далее сделано это не для того чтобы скажем так хотя конечно для этого привлечь просто тупо внимание а хочется сам сразу объяснить кое-что ультранасилие и вообще насилие таковое это один из самых продаваемых на данный момент трендов которые есть вообще в любом визуальном искусстве причина это может быть масса в том числе и социальные как бы в том числе и то что происходит вообще вокруг в мире и какая-то общее потряхивание человечества на тему того что нет развлечения лучше чем друг друга миссии выместить агрессию надо да потому что агрессия она не может вымещаться просто в никуда она должна находить некий предмет который как бы она вкладывается вот и поэтому и видеоиграх в каком-то смысле хотя в них кстати в меньшей степени а вот в кино в большей степени если вы посмотрите даже на релиз этого года но не на там карамельные блокбастеры типа там эвенджерс там и так далее а именно вот такие фильмы там не знаете по суде дреда килин в русском переводе ограбление казино например или же все ну как бы все что ладно особенно судьи дреда вы увидите это ультранасилие не просто в своем таком очень ярком проявлении потому что если здесь все это плюс так схематично вот то в том же суде дреда совершенно нормально когда там пуля влетает в щеку разрывает ее на части и вообще со всей силы как бы уничтожает человека вот но почему-то искомые службы чиновники и так далее докапываются именно до игр вот ну они это объясняют еще тем то что здесь ты принимаешь активное участие а там просто наблюдаешь вот но во многом это и потому что в киноиндустрию полейстерской со свиным рылом можно в общем-то и места лишиться потому что крутятся такие бабки сидят такие люди и вообще со всей силы все вся эта история такой ладно слушая мы вот на днях делали инфографику про call of duty там такие бабки крутятся что это вообще вам не горюет да но давай мы все таки поймем то что киноиндустрия на данный момент намного больше развита ниже колда это единственный пример да который может соревноваться с гарри поттером и с аким эвенджерс и аватаром но остальные соревноваться не могут не кажется на индустрии и уж в глазах депутатов тем более это абсолютно непонятное нечто на которую можно еще как-то вымещать свою злобу не знают политическую или ну не знаю использовать как и как как именно как вы именно развитие собственной медиа истории как вот борца за добро и справедливость очень хорошо вспомню депутат селезневая и инцидент смотр warfare 2 да вот сейчас происходит премия примерно то же самое и сейчас мы наверно выступим как бы капитанами но на игре manhunt и на игре call of duty и на игре дизонор и даже на игре x-ком стоят она на 16 плюс а вот на всех перечисленных дом стоит четкое ограничение 18 плюс друзья от 18 лет можно играть в эту игру от 18 лет можно смотреть жестокие фильмы от 18 лет можно не знаю читать порнувку как бы и так далее и значит в чем собственно ситуация ситуация в том то что везде это написано везде это обозначено везде об этом сказано а при всем при этом любой школьник 12-летний 14-летний 11-летний можно зайти в любой магазин на савеловский там не знаю радиорынок или еще куда черт знает куда какой савеловский может зайти к не знаю в 1с интерес геймпарк ему продадут конечно без всякой как бы без проблем ну правда игры вот тут есть то такая такая вещь сигареты нельзя продавать детям ну и кстати часто не продают на самом деле а игры но это же не сигареты ну да значит можно продавать вот то что стоит маркировка 18 плюс это кажется формальности формальности как в большинстве случаев законы формальность для замечательной стороны и получается что то что чиновник борется не с тем чтобы налога ну среди продавцов и скажем так не систематически в предоставлении правильных как бы действий от продавца и от руководителя магазина и так далее а борется конкретно с игрой при этом я человек взрослый мне там 27 лет да я хочу позволить себе взять пилу в руки если это захочу отрезать кому-нибудь голову в виртуальном мире мне нравится это это не значит то что я идиот или я не знаю больной шизофреник я сейчас возьму эту пилу как бы пойду на улицу агрессия она может вымещаться благодаря играм и это очень важный момент и поэтому таким образом что получается получается что легче запретить игру и легче наехать на игру нежели чем разрешить проблему человеческого фактора то бишь вот в конкретно с вопросом с магазинами продавцами и так далее ну да вот например на западе там совершенно четкий подход к маркировке если продавец позволяет ребенку купить игру с рейтингом 18 плюс то его элементарно увольняют там это в это слушай это это вопрос настолько же глубокий сколько и рассуждение насколько поверхностно рассуждение о том как строить гражданское общество в россии это все это не игры это это вопрос не игр а вопрос государства в котором мы живем да при этом как бы наезжает на в данном случае государство на игру себе летние давности нет наезжают представители государства именно вот конкретно на на то с чем они не как бы не могут побороться по большому счету вот и поэтому здесь очень такой знаете противный душок вообще от всего этого остается как бы то что давайте лучше запретим то с чем мы не можем как бы работать вот потому что мы это не понимаем мы не понимаем как это работает мы не понимаем кто этого в это играет вот и поэтому лучше вот возьмем как бы действительно все привлечем к себе внимание закроем да и привлечем внимание какие мы хорошие вот а то что на русском марше 20 тысяч человек зигует так сказать в прямом эфире на канале дождь и фоточки там и свастончики и вообще все хорошо русский фронт там и так далее это нормально это окей вот хотя там уже говорят там по поводу всей этой символики то что примут закон по поводу того что будут осуждать и так далее но это черт еще еще когда когда здесь же все написано здесь уже все готово просто донеси это пожалуйста до продавцов и до конечной инстанции для того чтобы это нормально работало нет лучше взять и пойти и сделать передачу на нтв что про черный топор это вообще конечно ну это да это вообще за предель и там еще чувак похоже на максима самуленкова главной роль вот опа нет я не смотрел целиком короче смотри это еще один такой момент что помимо политиков ведь всегда привлекают всякие сми типа life news психологов экспертов которые начинают рассказывать что да такие игры а manhant она очень жестокая игра ну серьезно но тут много перегиба да вообще ты должен не хочешь вот да да то есть пакет на голову это реально есть только в этой игре и в чем в общем проблема этих психологов они начинают рассказывать то что да на самом деле жестокие игры они влияют там на детей и так далее и тому подобное и этот комментарий про влияние на детей и вообще третворное влияние manhant я слышу в комментариях к новости об этом виноградове у которого это игра была явно и якобы любимые и так далее и тому подобное но виноградова на момент выхода manhant было 20 лет плюс тому там чуть ли не полностью был признан что он был шизофреником изначально до оголя на это задатки причем здесь manhant и вот таких вот претензий к видеоиграм множество вот именно интересно понять действительно ли влияет вот эти игры с насилием с кем-то ультра насилием на сознание молодого человека сколько тебе было лет когда проходил manhant 2003 год 18 18 то есть ну на краю такой же да да 18 19 то есть принципе уже вот все было более менее знакомо мне у нас есть у меня есть друг психолог он по профессии профессию него звучит как специальность психология развития точно занимается непосредственно вопросами связанными с детскими развить проблемами да вот и соответственно он неоднократно говорил что невозможно нет никаких проблем у ребенка и их вызвать видеоиграми нельзя можно их вызвать можно их простимулировать если в семье есть проблемы значит видеоигра их как-то стимулирует а сама по себе игра она там грубо говоря хорошего человека плохим не сделает как она не сделает доброго человека жестоким она не сделала здоровый человек больным совершенно верно но то есть этой из серии как объем что все все так это чуть или программисты говорит то нужно всем привет друзья я не знаю слышали бы наш первый всем привет но сейчас уж точно слышите как надо знать второй всем да в студии петр сальников и у нас ломаки привет илья вчеренко сегодня шуток не будет потому что за те вот буквально 15 минут которые мы сидели и не знали нас пытались закрыть да да трансляции нет депутаты вот мы тут так сказать такие огромные спичи сказали что ого-го причем самое смешное то что это все сохранится как бы вы мы сможете уже после трансляции а посмотреть все то что мы сказали как-то поклеим я вот поклеим да по клеем моментом слава богу вот и со всей силы угарит вот поэтому начинаем как как мы любим в середину вот тема выпуск у нас игра мэн хан которая буквально таки недавно была героиней главный различных газет странного толка типа комсомольская правда да и всех газет и абсолютно гадость уродска там и так далее так далее на тему того то что два чиновника из правящей партии ополчились на эту игру сказал то что именно благодаря ней ей ей вот тот самый виноград вот у меня был одноклассик вот замочил там вот этих всех вот пришли они к этому выводу прочитав у него на страничке вконтакте о том что он любит игру мэн хан сейчас информации там уже нет ну потёрли тролли тролли и собственно сразу было принято видимо быстро это моментальное решение то что поскольку игры никому ни черта не понятно и можно сейчас со всей силы взять угореть и ополчиться на них и назвать их главную главной проделкой сатаны как там как ты пел если водка не придумал сатана я бы сейчас на нарах не торчал вот вот именно так если бы игры не придумал сатана наград бы вы не убивал людей наградов бы не убивал да разумеется это полный бред и идиотизм и так далее собственно мы уже об этом вот вот сказали и вы сможете это посмотреть после трансляции короче тезисно тезисно игра не может сделать из больного и здорового человека больного вот больного может сделать здорового но еще как и всему прочему есть огромный пласт жестоких кинофильмов которые вообще жестокость как медиапродукт сейчас абсолютно в цене большинство режиссеров особенно такого не совсем блокбастерного кино то есть совсем корабельный блокбастер а есть нормальное кино вот они пытаются перешеголеть друг другу кто как там круто прострелит герою щеку вот и как они там разлетятся все это я про судью дред например вот прыгнул про кино никто не говорит потому что на киноиндустрию прыгать как-то не с руки вот а про игры поскольку у нас нету не нормальной так сказать правозащитной организации которая занималась бы например разбором таких полетов вот именно в плане как бы игровых вот и защищала бы права игр какого-то профсоюза вот поэтому что называется маленького каждый обидит вот и поэтому вот видите а такая ситуация мне кажется и происходит вот мы же хотим показать игру manhunt немножко в другом ключе хотя вот я уже наблюдаю в том самом ключ до наблюдаю там минут 20 мы не хотим показать manhunt в другом ключе мы показываем есть только один ключ пакет на голову ты да ты ты из этой игры не сделаешь не жестокую игру я имел ввиду немножко другое понимаешь жестокость она как и как я уже говорил в фильмах и в произведениях книжных и черт еще знает где там не знаю группы сектор газа это она сама по себе не представляет опасность жестокость без контекста она ну она даже не пугает то есть в принципе что мы сейчас наблюдаем ну если не вдаваться подробности сюжета и так далее вот вырвано из контекста мы наблюдаем рисованного чувака который ходит по рисованным как бы декорациям и бьет какой-то палкой по голове другого чувака чем бандит секундочку плюс ко всему прочему по уровню графики и по уровню именно очевидно что это не реалистичность то есть если взять тот же black ops 2 извините как бы там этого просто в разы больше абсолютно больше как бы это то же самое что не знаю порнуху из палочек смотреть как бы потом говорит то что она возвращает молодежь вот поэтому почему именно на игру восьмилетней давности ополчились наши правозащитники не совсем понятно видимо кто-то именно шептал тихонько тихонько тут еще тема в том что главная претензия наверное всех то что моделируется ситуация вот такая вот с пакетом на голову и она более-менее наглядная и этого якобы достаточно но как правильно сказал петр ссылаясь на психолога своего друга аудиовизуальными средствами нельзя превратить не знаю ребенка как-то агрессивно настроить очень сильно нельзя его серьезно изменить нельзя его как серьезно поломать если изначально ребенок сознанием абсолютно здоров и дружит со здравым смыслом и так далее и тому подобное для того как я уже почему я еще сказал про контекст все ну все абсолютно вот это вот социальная социальные паттерны которые навешиваются на ребенка потом на юношу потом уже на взрослого человека они зависят от тех вещей которые у него заложили родители в течение совершенно верно и все проблемы подобные они будут исключительно из семьи причем я могу вам сказать что я играю с 9 лет начиная с дэнди да потом там не знаю супер нинтендо потом компьютер потом ps1 всякое бывало вот всякое бывало и на районе как бы ходили стенку на стенку как бы со всей силы там угорали и занимался 7 лет рукопашным боем поверьте крови повидал в общем-то достаточно причем настоящей крови вот и я примерно представляю как обстоит бой и что вообще что из этого может получаться вот и я могу вам точно сказать то что сейчас я самый наверное не агрессивный человек в мире но может быть какая-то бабулька менее агрессивная чем я почему потому что об этом вряд ли обладая до обладая определенной силой и знанием ну у нормального человека не шизофреника нормального человека появляется ответственность перед тем что как бы он умеет совершенно верно просто нет нужды кидаться на людей ну да ты все и плюс и плюс всем прочему можно очень так неудачно можно просто кого-нибудь неудачно кинуться да что он упадет как-нибудь неудачно и потом как бы просто просидишь тупо 7 лет за за непонятно что да и поэтому есть ну как бы есть определенные совершенно вещи которые ну надо понимать вот в данном же конкретном случае я вижу просто какой-то я не знаю набор набор слайдов с условной весьма жестокость хотя для того времени мне кажется эта игра нормальная жестокость реально нормальная ну серьезно вот просто подумайте еще над концепцией игры то есть как в центре внимания преступник который вынужден ради своей свободы убивать других преступников до убивать других преступников на улице вот то есть по большому счету мы наблюдаем концепция на самом деле при этом похоже на сыф на секундочку привязка к стелсу основная там куча охранников которых проще обходить чем убивать в открытом бою и серьезная завязка на звуки шаги по разным поверхностям привлекают генерируют разное разный объем шума почему-то игра а ты в the dark project никого в свое время не смутила хотя там надо воровать убивать и все остальное продавать у меня даже есть еще забавный пример да в манханте вы преступник убиваете преступников вы не убиваете женщин и стариков там и так далее спрячь свое говно да хороший теглайн да как бы а вот например играем famous который петь не играл который infamous я играл вторую часть infamous хотя ладно infamous infamous она называется да почему infamous потому что так читать форма за не читаешь слово блат как блуд не все я читаю famous как famous потому что famous это famous а infamous это инфамус это просто известно а infamous это ладно печально известно мы не в теме печально известно мы отклоняемся от темы на самом деле да так вот в игре infamous так вот там есть такая такой нюанс можно отыгрывать доброго да а можно отыгрывать злого чтобы отыгрывать злого в принципе глаз вот это вот я искал ну еще при этом извини пожалуйста манханты я тоже ее очень любил свое время никого не убил и кстати даже живодером в детстве не было очень дико хушатого власть за издевки да вот при этом манхант еще отличная просто стильная игра то есть вот сделано в лучших традициях триллера в сейчас мне нужно найти монтировку для того чтобы сорвать цепной замок с ворот за которые нужно попасть здесь кровью надпись отличная here's the crowbar you want it очень круто а где что а сейчас нет босс мне кажется будет просто вот это босс пошел ты в жопу урод козел чтобы чтобы быть злым нужно убивать обычных людей да просто в тупую то есть вы так мы не знаю каких не трельсов падаете то есть прыгаете вниз пролетает там два этажа и со всей силы короче делать там вокруг себя взрыв и умирает там ну 15 например как реально обычных женщин детей там не знаю кого угодно мужчин вот вот это неоправданная жестокость а здесь как ее поднять а вот но здесь тоже самосуд ведь какой-то хоть это и делает поездку но в самосуд то не слушай в любой игре которая связана не знаю не с сек боем например из литвы планета какая-то плюс-минус да там вот ты везде самосуд везде и безликие враги которых ты убиваешь миллиардами ну то есть окей и что в любом фильме боевике враги безликие которых ты убиваешь миллиарды например безликий или двулики до улики да короче тема в том что в мэнханте единственное что смущает это изощренность этого насилия вот и все о которой нет нигде больше кроме как здесь а мне кажется это просто еще одна вершина которая рукстар достигла и слава богу к ней не возвращаются вот ну я не знаю нужны ли на самом деле еще такие игры тут был вопрос хотим ли мы есть манхан 2 сюда не хотим ли мы манхан 3 на движке gta 5 например нужно ли такая игра я бы угорел я бы в целом угорел она просто суть манханта помимо того что тут кровища мясо и прочее в ней отличный дизайн и очень крутая механика сама игра сама по себе классная да она классная стильная и мне на самом деле мне вот это зерно постоянно в кадре она у меня только сильнее покупает ну да вот и действительно отличный способ какие-то графические что недочеты как-то скрыть у нас на самом деле уже тут вопросов на 3 странице чтобы не нам не давал себе пакет вот я думаю с первого есть на вашу память и такие игры которые после которых реально было ощущение жажды убийства или что-то похоже вот в жизни у меня бывает периодически жажда убийства реально мудаков хочется вот прям взять я самый спокойный реально и удавить но я же это не делаю ситуации моделируются в реальной жизни и реально хочешь кого-то убить а в игре ситуации моделируется виртуальная и я кого убивать не хочешь а то есть он ты делал или хочется и убиваешь но в игре вот от этого вся излозь исчерпывается кстати очень крутой вопрос на на фендер являясь наверное одним из десятка поклонников игры в россии но нам не десяток побольше но все-таки немного взять надо еще надо еще сказать один важный тезис очень важный мы все время да мы все время говорим как бы о воспитании каком-то мифическом знаете там типа вкладывайте в детей чтобы они читали тургенева хотя на самом деле я считаю то что тургенева раньше там не знаю 18 лет читать вообще не стоит вот и большинство русских авторов которые правда классических авторов которые проходят в школьной программе например тот же достоевский но это вообще но не стоит но потом надо перечитывать ну да потому что это все равно как бы вот и преступление наказание в 15 лет прочитано это 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 просто набор букв и фраз глупых но поэтому надо читать сначала в школе а потом перечитывать обязательно здесь есть тонкий нюанс не очень не я пропустил я как бы еще не знаю в седьмом классе прочитал всю программу до 11 и все понял ну кстати в большинстве своих ну просто как бы я очень много читал ты просто религий очень много читал день просто у меня не было контактика понимаешь а ночи другой вопрос как бы и прочее вот это вот фигистики как бы у меня развлечения было два ну не считая там походах с друзьями там и так далее хотя на самом деле до 14 лет я особо не гулял я или как бы не знаю сидел дома читал книгу или сидел дома все много читали нас не было контактика вот да это как бы очень круто так вот и чего все виду а есть а с одной стороны государства которое должно обеспечивать со стороны продавцов руководители магазинов и так далее четкое донесение что такое возрастной рейтинг и почему он такой это с одной стороны если продает продает ребенку ну как бы это вина продавца но если родитель не воспринимает то что ему сказано как бы не обиднее не воспринимает что что ему объяснено по поводу возрастного рейтинга это значит родитель идиот потому что здесь очень важно ну там предположим 17 там 16 17 18 лет такой уж там очень сложно уследить все дети посылают как бы родители на три буквы и такие все бунтари и как бы пубертат такой дикий вот а но до вот этого возраста родители вполне может контролировать то во что играет его ребенок все так и этим вопросом надо просто элементарно и интересоваться да они просто койду слава богу сел за компьютер ну славьте господи пойду телек посмотрю пойду с вас побухаю пивка клинского вот а а ребенок сидит и играет мэнхан то есть я не хотел бы чтобы мой там не знаю сын даже четырнадцатилетие игры про десятилетие играл в эту игру я не хотел бы этого и я не понимаю почему это должно происходить как бы это то же самое что не знаю давайте читать 10 хаос двенадцатилетий у подростка кому-нибудь вообще кому-нибудь это вообще не смотри или чака паланика то же самое бара призраки да давай там члена отрезают как бы все вообще отлично там не знаю чтобы дали покушать отрезают себе части от пальца ну это там тоже вот такая же ультра жестокость абсолютно как книжка называется призраки невидимки призраки в каждой книжке там не упала и любить всегда бойцовский клуб это вообще верхушка айсберг или да и я упала или давать 33 книги или давайте там не будем давать опять же детям биг бедера в котором как бы не знаю пропаганда кокаина идиотской жизни и не менее идиотского так сказать беспорядочных половых связей или буковский который я не знаю своих женщин всю жизнь по мордасам бил бутылкой как бы вот и бухал с ними водку до состояния ультранасилие рок откуда слово ультранасилие она из классики это заводной апельсин на бёрджеса давайте его еще не будем давай читать хотя в принципе там очень поучительная история до первая часть книги очень хорошо рассказано так что это вообще можно же врываться к людям в дома там избивать их и дико угорать при этом да вспомнил опять же фильм слушайте но это сами понимаете мы сейчас рассматриваем очевидные варианты которые понятно там вот и ежу что типа там не стоит давать детям читать смотреть и так далее игры ясно не так очевидно то что игры игры понимаете дело в том что игры в силу своего названия не зовется игры поэтому к ним сложно приучить серьезно взрослого человека отставшего от вот этого всего потому что они могут быть жесток и относиться серьезно но даже литература подвергается гонению вспомните историю как сколько там летний дурак сел на метлу и прыгнул с крыши потому что прочитал гарри поттера да вы думаете дело в той литературе которые читают дети да он просто идиот нет ну меня есть тут есть как бы важно тоже нюанс мы тут такие все классные сидим и здоровые у пети скоро будет как бы а мы пока еще со стасом даже не ждем у нас нет собственных детей но вспоминая например себя и наблюдая так сказать моих друзей там и знакомых деток даже в 10 лет ты прекрасно понимаешь то что усадить там не знаю вот этого чувака за книгу очень это вообще невозможно это а пытаться каким-то образом корректирует сказать то что он читает смотрит и так далее это тоже невероятно сложно поэтому обычно если он сел читать то это уже счастье как бы да что ж вы твари вы скопите так резко если он сел читать это не то что счастье это у тебя ребенок просто вундеркиндом растет сейчас да да к сожалению и поэтому здесь мне кажется вот родителям стоит как-то обращаться не знаю детским психологом к не знаю профессионалам которые занимаются вот каким-то таким вот педагогическим педагогическим опытом кстати очень показательно опять же по сообщению коллег я просто тусовался в университете с псих вак с псих факом так получилось хотя сам учился совсем не на психфаке обычно люди закончившие ну занимающиеся психологии развития то есть вопросами связан с детям с детьми они занимаются проблемами родителей в не один разговаривают с родителями чаще потому что обычно посыл такой приходит пара с вот таким от шпенделем там пятилетний говорит у нее у него проблемы на них смотрит у него проблемы эту бабла от проблема кому-нибудь не может быть проблем ну да даже теотически никаких проблем не может быть проблем быть проблемы бытьırım быть могут не могут Могут. Они могут быть связаны только с родителями, в этом все дело. Нет, друзья. Знаете почему? Ребенок с шести лет проводит в школе примерно часов шесть. Не вопрос. Семья — это то, что вы должны закрывать от всех этих вещей. Как это ты себя видишь? Воспитание. Слушай, я проводил в школе то же самое время, что и ты, и Стас, и все остальные, кто там, не знаю, о ком ты сейчас говоришь. Но при этом я не бухал джентоник в восьмом классе, вместо того, чтобы на литературу ходить, понимаешь? Воспитанием, Илья, воспитанием. А в девятом уже небось бухал. А я не бухал. Я вообще в школе даже не курил. Представляешь себе? Я в институте курить начал. Со своей стороны я могу сказать то, что школьное... Во-первых, курить я вообще начал лет в тринадцать. И начал потому, что понравилось, а не потому, что это один инстинкт. Да, в тринадцать лет ему понравилось. Ну, мне реально понравилось. Илья, ты у нас вундеркинд. Ты прочитал всю программу с седьмого по одиннадцать. Да это несложно. Потому что он закурил. Потом закурил. И все понравилось. Волш такой. Да, да. Прочитал Достоевского в тринадцать лет и закурил. Немедля. Вот именно поэтому я закурил все. И закурил причем. Я просто к тому говорю, что 15-летнему ребенку взрослый намного меньше... Да пошел ты! В меньшей степени авторитет, нежели чем кореш Вася, который сидит с ним за одной партией. Который чуть постарше, это вообще супер авторитет. Вообще, да. Если еще как бы ты там в восьмом, он в девятом, это вообще бомба. Со старшаками общаешься. И тут он приходит домой с диском, который ему дал старшак. Какой-нибудь... Монхант. Поиграй классное. Приходит домой, а ему папа говорит, слышишь, не играй в это, это невозможно. И что ты будешь делать? Не станешь играть, наверное? Да хрен там, до хрена лысого. А если диска не будет? Нет, ну слушай, я в детстве играл во многих жестоких игр. Я тоже во многих жестоких игр игр играл. Но у нас просто нормально. У нас нормальная психика. Единственное, что может реально делать родитель, это помимо подобной истории не отнимать. Ты знаешь что, короче, фишка вот в чем. Ты просто... Надо... Как тебе сказать? Вопрос... Играй, не играй в Монхант. Решать надо не тогда, когда твой сын пришел из школы и ему сказали, играй в Монхант. Понимаешь? Это заранее надо вкладываться. Это уже просто включается показатель авторитета родителей в глазах ребенка. Понимаешь? А когда он уже пришел, уже поздно вытаскивать шнур из компьютера и прятать его. Потому что он его будет находить, брать у соседа и тупо врать. Ну как узнал о сигах, и тоже уже их прятать бесполезно. Да, да. Пока не попробуют. А еще, опять же, пример надо подавать. Понимаешь, родители очень круто говорят. Понимаешь, там типа, пить и бухать и курить это плохо. Вот ты вот прямо представь себе. И вот ты так будешь делать. И обязательно буду бухать и курить. Просто тут такой момент, что оградить, наверное, все-таки не получится. Ну реально, объективно. Вот именно оградить, закрыть. Вы не закроете ребенка дома, ну или он вас не возненавидит со всей силы. Ну да. А вы можете просто дать ему альтернативу, которая, возможно, ему понравится больше. Хотя это, конечно, навряд. Потому что тут... Да ладно, можно. Возьми его на охоту, на рыбалку возьми. Не знаю, на катере его покатали. Прилюбно убей вместе с ним, как бы, не знаю. С животом. Слушай, ну почему? Не обязательно же убивать-то. Ну, условно говоря, там, да? Охота — это такой пример. Надо просто... Понимаешь, обычно как происходит? Обычно говорят, не играй, читай. Ну да. И выключает приставку, короче. И выключает, да. Сиди дома, вот так. Приду, проверю. Да, да, проверю. Да. И ребенок, почему маленького роста потом? Да, да, да. Слушайте, парни, четыре страницы комментов, вопросов. Давайте. Давай, давай, давай. Давайте что-нибудь. Потому что, во-первых, офигенный вопрос тебе опять. Давай. Чем именно был записан хруст ломающегося позвоночника и вообще вся библиотека звуков убийств? Манхант. Настолько реалистичных звуков я нигде прежде не слышал. Хруст записан хруст ломающихся костей позвоночника, неважно, это забедренный или там лодыжки записывается с помощью ломающегося дерева. То есть ломают дерево, а в зависимости от того, какой набор оружия присутствует в игре, его ломают или тяжелыми там, какие-то кувалдой, ломают об колено, смотря что вы хотите озвучить, падение или удар или травма там и так далее. Хруст мяса, там проламывание черепа записывается вообще очень круто. И очень круто, когда ты записал и слушаешь это потом, ты просто берешь арбуз и херачишь по нему молотком, например. Получается очень так прям прям то, что нужно. Обычно, если какая-нибудь тварь жрет чьи-нибудь останки где-нибудь на кладбище, это обычно просто микрофон ставится прямо рядом с арбузом или с дыней, чаще с арбузом, потому что он хрустит, даже мякоть у него хрустит, у дыни мякоть не хрустит. Она как снег еще такая. Да, да, и вот ты ее вот так просто в нем ковыряешься и, соответственно, получается вот эти вот звуки замечательные. Вообще отлично. Беременным женщинам можно смотреть или грешноват? Грешноват. Грешноват, я тоже думаю. Боже упаси. Можно как-нибудь скачивать записи трансляции? Люблю в машине по дороге посмотреть, послушать. Мне кажется, мы... Подкаст, да, трансляция на свой страх и риск. Будем думать об этом вообще как-нибудь. Так, тут столько, сколько и вопросов, сколько всяких мнений. Кто-то считает то, что Manhunt показывает то, что Rockstar научились делать игры только после GTA 4. Что, конечно же, по-моему, ошибка какая-то со стороны комментаторов. Так, тут действительно были какие-то проблемы с трансляцией. Кстати, у Rockstar есть игра, в которую никто не играл. Она называется The Warriors. Я её не играл. И сделана она... Ну понятно. Ты в Warriors играл и всю программу... Закурил. И закурил после того, как Достоевску прочёл. Я ещё в Warriors. Да. Про войну группировок молодёжных. Да. Совсем там мелкие ребята какие-то. Битники, так называемые. Да. Сама игра, кстати, была такая. Да? Ну реально, она была весьма посредственная. То есть, по крайней мере, геймплей у неё был не такой, конечно, там не было вообще практически стелса. Там нужно было выполнять различные миссии, отбивать территорию и так далее. Я честно тебе скажу, я в неё поиграл, наверное, минут 20. Но я могу сказать, что я в неё играл, правда? Ну, можно. Поиграл у друга, а друг в неё залип, по-моему, месяца на два, короче. Что-то прямо... И так убийство, монтировка, друзья. Причём он ещё прочитал, по-моему, три книги про битников, про всю эту культуру. Друг? Ну да. А ты не стал, да? А я что-то... У меня не было PS2. Пойми, я тебе говорю, я в своей жизни совершил одно богохульство относительно игр. Я лет в семнадцать продал PS1. Двухсот там с чем-то дикско. И не купил PS2? И ничего не купил. Опа! Идиот, что ли? Ты что, не выросли? Придурок, что ли? Вот. Дебил! Вот. Поэтому, как бы, я такой продал приставку. Немедленно купил ящик пива. Угорел с друзьями. И потом, вот до... То есть, ты с продажи PS1 купил ящик пива. До 2000. Это исторический факт. Да нет, ну там как бы ящик пива, там часиков и так далее. Кто это нарисовал и откуда они все это знают вообще? Что? Отличная фотожабра с Виктором Зуевым, Грушевым, Абсолютом и Котом. Да, очень хорошо. Но он жив. Кот, слава богу. Он жив, здоров. Ну так вот. И потом я вернулся к играм только в 2003 году, когда я купил себе, собственно, первый компьютер домой. Ну такой нормальный. Ну да. Диала по интернету. Да. И такой все время телефон занят еще. Да, да, да. А тогда же сотовые были. Ну не то, что вы прям очень сильно распространяли. Вот. А игру вот эту The Warriors я видел где-то в году 2002, по-моему. Короче, у меня не было приставки. Я зашел, посмотрел такой. Вот. И все. Вот. Но, кстати, в нее играли. Почему? Почему ты говоришь, что ее никто не помнит? Ну потому что... Я, к примеру, вообще не слышал. Я знаю, что Rockstar делали, когда они были еще DMA Design. Они делали Wild Metal Country. Я знаю игру, которую никто не играет. Они делали Wild Metal Country. Миднайт Элэй, по-моему. Так оно называется? Миднайт Элэй. Ну или как? Миднайт Клаб. Миднайт Клаб. Миднайт Клаб. Никто в это не играл. Это тоже гонка? Да. Ну, гонку в Миднайт Клаб я играл. Но он не очень. Wild Metal Country играл, но опять же просто старый играл. Wild Metal Country играл. В Rockstar тогда назывались DMA Design и жили в Англии. И делали первые две части GTA и в том числе делали еще Wild Metal Country. Это то ли экшен, то ли стратегия, что-то непонятное абсолютно. Кстати, вопрос интересный. Декстер отрицательный персонаж? Я не смотрел, не знаю. Ну, что-то такое слышал. Ну, знаете, короче, смотри, тут такой момент. Вообще, в принципе, он не отрицательный. Персонаж потерял уж точно, если смотреть по синоптику сериала. Как новый Робин Гуд. И то, как он как бы сформировал. Декстер это уникальный пример того, как маньяка можно превратить в оружие возмездия. В орудие возмездия. Вот. Описав, как бы, ну, то есть, понимая его проблему, описывая эту проблему в неком, там, каком-то кодексе и позволяя, так сказать, человеку, ну, совершать убийство и быть, в общем-то, довольным различных плохих персонажей. Плюс ко всему прочему, судебная система, что в Америке, что в России, ну, в России понятно все, а в Америке тоже, она такая весьма, как сказать, коррумпированная. Да. И поэтому многим преступникам за счет связи или денег получается выйти на свободу. Поэтому, а Декстер тут такой раз, два, три, раз, два, три. Но в сериале очень четко отражено те негативные вещи, которые, как бы, связаны с тем, что он убийца. Вот. Поэтому, в общем, как-то сложно сказать. Но скорее он положительный персонаж, скорее. По сериалу уж так точно. Мне кажется, с таким же успехом можно думать о том, какой персонаж Робин Гуд. Положительный или отрицательный? Ну, он там не убивает, но он грабит богатых, плохих. Ну, богат, это немножечко другая, это больше социальная история. Робин Гуд, да. Робин Гуд, это плод системы, как бы. А ты хочешь сказать то, что вот виноградов, это не плод системы? Виноградов, это... Виноградов, это абсолютно социальный урод. Ну, вот его, как бы, социальный, я специально не сказал, не асоциальный, а именно социальный урод. То есть, это такой продукт системы, а не плод. Маскот, который произвела, вот, как бы, совокупность вот этих вот системных паттернов, которые накладываются на обычного серенького человечка. Виноградов, это обычный, сраный ублюдок, который просто живет там, не знаю, жил в миниатюрной квартире, денег нет, друзья мудаки, жена бледует, как бы... Человек в футляре. Человек реально в футляре. Это абсолютная проблема. Это вот такой вот, ну, не совсем Раскольников. Хотя, там, тут есть тоже какая-то такая вот ассоциация в этом плане. Почему не совсем? Ну, практически она и есть. Раскольников, как бы, его не то, чтобы прям сильно обидели. Раскольников просто убил троих под своим каким-то аффектом, по своему фану. А их убил семерых. Да. Нет, но он убил во имя Мести, насколько я понимаю. Он убил во имя... Слушайте, а что там за ситуация-то вообще? Там ситуация была какая-то с девушкой. Я как бы оптичный парень, поэтому... Там, о политике ни слова. Там много вариантов. Один из вариантов в том, что его девушка бросила, которую... Есть человек. Да. И он... Его бросила девушка. Да. И он решил каким-то вот образом, то есть это уже говорит нам о том, что он не особо здоров, доказать ей, что он не так уж и прост, и завалился в офис, где он работал вместе с ней, и в этом офисе всех перестрелял. Последнее, что я слышал из новостей, то, что девушка там тоже была, и он не смог убить, короче, вот, или не собирался даже убивать, но вот у него была цель всех убить и показать ей, насколько вот он непрост. Все умрут, а я останусь. Все умрут, а я останусь. Вот, и до самом деле... Подожди, подожди, поймали, меня поймали. Опа. Я вообще этого не помню, кстати. Тебя поймали негодяи? Не, меня поймал ОМОН, типа, какой-то дикий. ОМОН, причем, фашистский ОМОН. Посмотри, мой, какой-то, поверьте. Есть еще, как бы, нюанс, который надо, мне кажется, Мне вот сегодня тоже в комментариях на фейсбуке такие, это же трагедия, как вы можете это обсуждать, как вы можете это муссировать и так далее. Какая трагедия, ты не понимаешь? То есть, давайте так, на земле 6 миллиардов людей, реально, 6 миллиардов людей. То, что существуют убийцы, как медицинский факт, это не трагедия, это медицинский термин. И проблема, ну потому что, потому что он убит, потому что он сумасшедший. Нет, сумасшедший, да, убийца, это не медицинский термин. Нет, слушай, ну как бы для того, чтобы... Но тут все мотивы, обстоятельства говорят о том, что мы имеем дело с сумасшедшим человеком. И здесь проблема социального толка. Абсолютно его, если, грубо говоря, собственно, позволил ему прийти к тем выводам, к которым он пришел, и к тем действиям, которые он сделал. Значит, это проблема системы. Здесь нет трагедии. Трагедия, это когда геноцид народа какого-то, например. Трагедия, это когда ребенка машину сбивает. Трагедия, это, я не знаю, когда умирает известный и всеми любимый актер. А это не трагедия. Это реально четкая ситуация, в которой человек поступил так, как ему навязала система, друзья, ситуация и все-все-все-все. И его больное воображение. Вот, да. Что это трагедия? Ты какой-то хер несешь просто. Про детей, которых сбивают машину, точно так же можно сказать, что в мире из 10 детей, допустим, трое, а двое, один. Нет, я про другое говорю. У каждой трагедии есть контекст. Погоди, я про то, что, вот, нет, разумеется, для людей, которые, так сказать, потеряли своих родственников, так далее, трагедия. Ну, вот. Я имею в виду немножечко другое. То, что постановка вопроса, то, что это там великая трагедия и виновата в нем вот игра Мэнхан, вот такие вот, такие вот, жестокие фильмы и вообще весь ВКонтакт со всем Фейсбуком. Это неправильная позиция. Это надо рассматривать как реальную проблему общества, которую нужно решать. А трагедию решать не надо. Трагедия уже произошла. Ее восприняли как факт. И как бы определили виновных, и все. И закрыли тему. Вот поэтому я не считаю это трагедией. Это проблема, которую нужно реально решить. Здесь ты прав. Просто, как бы, любая смерть каждого человека – это трагедия. Но трагедия для его родственников. В мире умирает огромное количество людей каждый день. Ну, реально. Огром от всего. От кирпичей на голову, там, я не знаю, от мин, там, от войны, от сердца, и вообще от жизни. Вот. Мы же это не, как бы, не говорим, что, ой, очередной трагический день на земле. Но, как бы, есть у каждого контекст и проблема, которую нужно решить, для того, чтобы эти трагедии не происходили. А сейчас мы нашли виноватого. Мы такие, значит, виноват в жестокие игры, и еще там, и еще кто-нибудь. Все. Закрыли тему. И пару депутатов еще попиарится за счет этого. Все. А то, что, как бы, таких виноградовых может быть чертовы уйма миллионов, которые сделают ровно то же самое, как бы, никто почему-то не думает. Вот. И вот в этом, мне кажется, существует основная проблема. Вот. То есть, родители сначала не воспитывают, потом не следят, потом не понимают, зачем вообще за что, зачем ты следить. И, фу, чувак дитё принес, как какие-то игры, я даже не знаю, что это такое. Там написано у тебя 18+. Не важно, что это такое, это нельзя, короче. Нет, они даже не пытаются разобраться. Да, да. Вот. А там же написано черным по белому. А потом все удивляются. Чувак убил 7 человек. Ну, это все. Это точно игра виновата. Почему игра? Что? Это такой же визуальный продукт. Развлечение. Почему? Я обращаю внимание на то, что мы сейчас говорим о том, то, что человек не обязательно может быть там больным или здоровым. Мы говорим о важности воспитания. И брейвик в случае с брейвиком, а Виноградов называют русским брейвиком, да? Хотя до брейвика он не дотягивает, грубо говоря. Потому что брейвик там... Объем не тот. Объем не тот вообще. Не те количество. Брейвик, то он был признан вменяемым. Это раз. А во-вторых, уже давно выяснилось то, что у брейвика воспитание было, ну, так себе. То есть там с матерью у него были какие-то странные отношения, чуть ли не на уровне инцеста. Что он само по себе уже не здорово. А им вообще no shit, no joke. Ну да. Вот, то есть вопрос не только в здоровье, изначальном каком-то душевном состоянии героев или там не героев, хиши, не герои, а антигерои, а воспитании. Значит, сразу давайте брейвик по вопросу. Давай. Да, на следующей неделе ожидать расширку по Хитману. Как мы попали в игровую индустрию? Потом. Да. В Асян про я согласен. Нет, иногда ребенка нужно припугнуть. Вот, верно тут как бы. Как обрежь детей от наркотиков. Да, да. Хороший видео. Стоит ли покупать PS Vita, смотря для чего? Чего только сильный-то, эй! Алло! Помните Crime Life Gang Wars? Все, я в Gang Bang. В Gang Bang я лично не играл, но я помню, что была такая игра. Хороший вопрос. Суду по крейлеру в GTA V будут животные и дети. Как думать, их можно будет убивать? И наедут ли на них опять всех обыдевать? Можно наедут. Я говорю, что можно точно будет наезжать на них. Но я вот не помню, что, по-моему, в GTA V они разбегались. В GTA IV. Они всегда разбегались, а, нет. Разбегались, дети, а взрослые? Там не было детей, по-моему. В Fallout 3 были дети, и там нельзя было их убивать, кстати. На самом деле, в Fallout 3. Есть такой еще момент, что я, например, не, ну что я сам скажу, вот в Кармагеддоне я давлю. Да потому что это игра про то, как давить людей. Нет, там просто, если ты не давишь в Кармагеддоне людей, то у тебя время закатит. Да, да, да. А как бы в GTA... GTA настолько приближена, на самом деле, к какой-то реальной жизни, что... Нет, я в GTA не давлю. Там не хочешь себя плохо вести, на самом деле, там по делу хочется вести. Ты хочешь нормально вести себя, как человек. Петя в свое время правильно говорил. Есть игры, которые реально определяют тебя, как человека, в рамках принципа твоей игры. Если ты там давишь детей, насилуешь школьниц и засовываешь члена в микроволновку, чтобы подавить... Перед тем, как изнасиловать школьницу. Да, перед тем, как изнасиловать школьницу. Это, ну, определенные склады ума люди так себя ведут, как бы. А если ты, как бы, играешь нормально и ведешь себя нормально в жизни... Ну, вот тебе, например, сложно отыгрывать злых персонажей. Я не могу вообще. Я сто раз пытался. Не могу. Единственный раз у меня это получилось. Star Wars The Old Republic, где я отыгрывал просто самого... Просто... Вот, я не знаю... Злюку. Там, знаешь, я уничтожал колонии просто. Ну, там это работает. То есть, если ты ситх, то ты должен быть говном. А у меня получилось в другой игре, в Масс Эффекте. Так. В первом. Ну, там, кстати, приятно это делать. И в втором. Там приятно. Это, в любом случае, спаситель галактики. Там просто люди иногда хамят просто. Там, типа, сдайте оружие, я должен обыскать ваш корабль. Ты такой, ты что, охренел? Ну, это будет тирана. К чертовой матери тебя. Это любимая история Зуева, кстати. Я тоже раз в нее попал, это просто... Анша Абдуль. Кстати, хороший вопрос. Как вы относитесь к СНАФу? Ну, все знают, что такое СНАФ? Я нет. Короче, это видос, где, к примеру, зарубают человека топором в ванной. И как будто бы это правда. То есть, это настолько реалистично снято, что тебе кажется, это убийство. Я в свое время читал книгу... Прости, господи. Сейчас мне просто... Вот вообще... Да. Но у меня было время, когда там, не знаю, лет в одиннадцать-двенадцать. Это тоже... Мама даже не думала ни о чем. Спасибо. Я делал тогда творчество Александра Марина. И я реально в какой-то момент, по-моему, восемь книг, что-ли, как вот просто вот съел. Я тоже, кстати, читал это дерьмо. И там, короче... И там, короче, реально была книга, посвященная тому организации, которая вот этот вот СНАФ делал... Ну, реалист... Снимал убийство прямо, короче. Я плохо отношусь. Помнишь, где «Лики смерти» есть еще такой... Есть, реально очень... Ой, вообще... Я не могу это свалить. Я не могу это свалить. Это, короче, слишком отвратительно. Это имеет право существование, но это отвратительно. У меня есть любимое видео в этой плане. Когда чувак банку в жопу засовывает. Это не СНАФ, потому что там все... Это просто... Ты любишь такие видео. Ты видел это видео? Нет. Это самое плохое видео в мире вообще. Это бомба просто. Там реально чувак себе засовывает в задницу, в трехлитровую банку и что-то не рассчитывает. Она литровая, это достаточно. Внутри, короче, лопается. А потом начинается просто невозможное что-то. Да, начинает доставать стекло из жопы. Ты хочешь сказать, что это где ты смотришь, что-то? Это можно ВКонтакте найти, по крайней мере, пару лет назад. И лучший способ добавить на этот видос секция друзей. Причем там звук такой отличный, когда она лопается у него внутри. И самое ужасное, что чувак все это время молчит. Да. То есть звуки есть, но он молчит. И у него еще член какой-то там, не знаю, веревка. Все, хватит, мне, посмотри. Кстати, мы же на ПК, можем альтавнуться и найти его. Но не будем. Нет. Это было бы да. Короче, к СНАФу относимся на самом деле отрицательно. Я вообще отношусь отрицательно к... Не знаю. Это слишком чертуха. Или... Так что такое... Еще раз. Что такое СНАФ? СНАФ. Это кино, снятое постановочное, якобы постановочное или не якобы постановочное, где убийство показано настолько реалистично, что ты думаешь, это реально мой сосед Вася убил кого-то и сейчас ты снял. И такой смотришь. А это фейк или... То есть, снято так здорово? Это фейк. Это здорово снято. Вот. Вы можете... Если вас, например, кто-то давил на работе или по жизни, или вообще... Вот. Вы можете, как сбрасывать агрессию? Вы можете взять, например, пойти в зал, как тут вот верно заметил Far Far Fast Man. Не качайте базу. И бить реально по груши, представляя себе, что это ваш обидчик. А я, кстати, несколько раз снимал стресс в GTA 4. Вот. Бил людей на улице. Именно. Вел себя, как мразь. И это, мне кажется, абсолютно нормальная история. И у вас выходит вот эта вот агрессивность. Вы успокаиваетесь, потому что как-то нельзя. Ж. Да. Нормально. Будет ли трансляция по хоррор играм? По хоррор? По хоррор. Будет. Я только с по хоррор. Ляля, насчет курения мы с тобой похожи. Но это у вас много общего вообще. Как вы относитесь к курению? Петр и Стас, вы слушаете Сладж? Господи. Нет. Я нет. Я тоже. Вот так вот. Фишка в том, что дети начинают играть во все игры с третьего класса. Работаю учителем. Регулярно общаюсь с детьми и знаю от них во что они играют. Если бы они начинали играть в 12, таких проблем не было. А в 8-9 это очень восприимчивый возраст. Я думаю, что 12 это тоже довольно восприимчивый возраст. Я тоже работал учителем, кстати. Да? Были такие же ситуации. Но я закончил ПЕТ и работал учителем месяца 3-4. Почему бы и нет. Учителем чего? Русского языка и литературы. Ничего себе. Опа. А что бросил? В смысле? Это была практика. Тебе не интересно было? Нет. Хотя нет. Если бы платили много и нормально было бы интересно. А, ну в этом смысле да, конечно. Не платили вообще. Для молодого специалиста деньги, которые получаются в этой сфере. Ну это была короче практика, тем не менее. Все-таки отличный был опыт. И не могу сказать, что в 12 лет дети сильно становятся взрослее, чем 8-9 на самом деле. Во многих моментах они остаются такими же. 16-18 лет – это возраст для любых игр, но не раньше. Петр, вы прошли Black Ops 2? Я не люблю Call of Duty и не играл в первую часть в Black Ops 2. Почему вы убиваете только битой? У меня нет другого оружия. Ну то есть все остальное оружие, которое у меня было, я уже показал, это пакет и осколок стекла. Сейчас я найду мачете, затем найду серп, после чего найду бензопилу, и там мы попляшем, если трансляция к этому моменту не закончится. Убивайте хотя бы ломом, просто рекомендую. А я убивал ломом, не надо врать. Так, вот так вот. В Midnight Club я играл, отлично. Было время, когда, приходя в прокат дисков, я видел на полке пиратский диск с Manhunt, и там было написано 128 мегабайт видеокарты, а у меня было на 8, поэтому она меня так пугала. Почему я маленького оста? Не знаю. Это откуда вообще? Из видео, из крутого. Ты что, Илья, вообще? Это же... Егор! Егор! Почему я маленького оста? Виноградов напомнил мне Хованского. Кто эти люди вообще? Что один, что другой. Когда придут Ольховы и Мэдисон? Когда-нибудь? Завтра. Вот. Пете уже предлагаю скинуть в личку ВКонтакте видео про банку. Не надо! Не надо, не надо. Надо? Не надо. Хотя ладно, давайте. Ну зачем мне это надо? Мегамен рад, что тебе понравился Зодиак. Это очень хорошо. Зодиак? Смотрел Зодиак? Очень хороший фильм. Единственное, у него концовка абсолютно непонятная, но от этого он еще лучше. Да он просто охренительный. Сколько он идет? Три часа или два с половиной? Три часа? И отлично проходит. Очень интересно. Да, да, да. Причем он заканчивается ничем. Зеленый слоник – настоящий русский снаф. Да, но зеленый слоник я люблю как раз вот за эти первые 40 минут, когда они сидят в камере, но не за следующие 50 минут, когда они обмазываются говном. Путайте снаф и псевдо-снаф. Трус снаф практически недоступен. Снаф как таковой подразумевает убийство в кадре реалистичное. Я играю с четырех лет и у меня все ок с психикой. Еее. Снаф картавит. Еее. Оу. Я картавлю, я знаю. Кстати, карта ведь модно. Хаош. Хаош. Опять. Да. Как вы относитесь к играм, квестам в жанре «Я ищу»? Что? Вопрос от наших друзей из социальной индустрии, что ли? Я не знаю. Привет, социальная индустрия. Привет. Привет. Где же красные казни? Где красные казни? Подождите. А, у тебя не было еще красных казней? Конечно. Были, естественно. Я не понял, спиной стоит ко мне или лицом? Жирное вот это вот. Бутерат спрашивает, чем отличается МПГУ и МГПУ. Интересный вопрос. МПГУ – это государственный пед имени Ленина, а МПГУ… Ой. Сколько в Москве педов? Много. Короче, МПГУ – это государственный пед. Не педов, в смысле людей, а в смысле институтов. Ну, я и говорю, много. Достаточно. Но эти два основные. Короче, МПГУ – это государственный, а МГПГ – городской. Видео про банку. Я учился в городском. Куда он побежал-то? Дурак. Необходим плагин Windows Media Player. Ты что, банку нашел? Да, тут меня уже нашли. Все нормально. Ну, это что такое? Это ситуация. Так видео с банкой в жопе фейк. А я-то думал, что это правда. Нет, мне кажется, что видео с банкой – это правда. Короче, это правда. Это правда. И вообще, увы. Банку в студию. Сейчас. То есть, это не сна все-таки. Это реальный. Это реальный. Он там не умирает. Начнем с этого. Если картавить, то можно быстрее подняться по карьерной лестнице в определенных кругах. Конечно. Ну-ка расскажи, Каркалакус, как это в времени происходит. А там, это же Германия. Там все картают. Друзья, пожалуйста, не постите видео с банкой здесь. Я вас умоляю в комментариях. Хорошо вспомнил. Это на самом деле не очень хорошо. Детей сильнее затягивает ММО, чем взрослых? Или взрослые могут месяцами играть? Взрослых сильнее затягивает ММО. Что с ребенком будет? Взрослых сильнее затягивает ММО, потому что взрослые могут платить. Это первое. И вообще их сильнее затягивает. Взрослым намного больше важны социальные аспекты ММО-игр, нежели детям. Да. А есть еще один момент. Есть серьезный пример моего хорошего друга Константина. Ты его знаешь, Касьяниш. А, да. Который, когда у него родились близнецы, первые полтора года сидел, тупо играл в World Cup. Зачем? Да. Ну, а потом одумался и взялся за ум. И вот сейчас у него все хорошо. Но при этом он еще делал вид, что у него все время все хорошо. Потому что я об этом не знал. У Касьяни все всегда нормально. Мистер у меня все. Да. Вообще все отлично. Красавчик. Вот. Вот. Чем отличается... А, понятно. Да мы все немного... Вот. Вопрос от Райзера Маньяка. Видел? Правда, что многие гении и творческие люди настоящие подонки, мрази и лучше с ними не знакомятся? Да. Да. Правда. Вот. Например, Илья Арчирин. Да. Гений. Гений. Закурил. Гений. Гений. И после этого... Вконтакте еще был видос, где пацанчик какает, обмазывается говном и дрочит. Конечно, был. Слушайте, есть вообще Александр Фоломкин, который в жопу себе расческу засовывается. А, да ладно. Он даже такой. Есть видео у него. Ты не знал? Нет. Мы рэперы Антифа движения, избавим этот мир от флешников вторжения. Он ушел на крэп. Нет. Я знаю только Фоломкина. Я не знал, что есть видео с расческой. Нет. Фоломкина расческа – это же легенда. Фоломкин расческа. Аркавакус – неперевираемые слова. Я не гей, но мне нравятся видео, где чувак засовывает себя в задницу в трехлитровую банку. Это вырвано из контекста Аркавакуса Майофра. Будет бан вообще. Да. Сидите смотреть трансляцию или пойти в XCOM поиграть. Сидите, смотрите. Где вы находите такие видео. Да. Это вот. Где такие банки? Приятного аппетита, Лео. Да, да, да. А как же СНАФ Паланика? СНАФ вообще-то был не у Паланика, а у Пелемина. А у Паланика тоже был СНАФ. А у Паланика тоже был СНАФ. Короче, в оранжевой обложке было какое-то говно под названием СНАФ. В общем, да. Ну, может быть. Вот Пелеминские СНАФ нормальные. А Паланик меня вообще заколебал, если честно. Как так не давить людей в GTA? Они же так весело разлетаются. Весело они разлетаются в Кармагедоне. Какая жестокая сцена в видеоиграх вам больше всего запомнилась? Да вот эта сцена с пакетом мне на самом деле... А у тебя были какие-то особые жестокие сцены? Нет, были, были. Ну, фатальти можно пробовать. Что вы, если все к этому пакетки... Мне это оригинально. Я не могу сказать, что это плохо на самом деле. Это оригинально. Это просто очень неприятно. Неприятно, да. Ломакин, сходи к логопеду. Модератора уберите. Я не пойду к логопеду, потому что карта ведь это здорово. Да. Паков. Вообще. Да и вообще познавал. Хорош. А вы смотрели эстонский художественный фильм Класс? Вот же гораздо более осязаемая социальная проблема, нежели выкидыши, которые раз в пятилетку в агонию выходят стрелять по людям из-за каких-то там своих тараканов. А что там в фильме? Короче, я знаю, что это за фильм. Никак не могу его посмотреть. Есть, на самом деле, несколько фильмов Класс, посвященных проблемам жестокости в школе. Один из них французский. Вот его я смотрел. И там весь фильм, чем он очень хорош, весь фильм, там так нагнетается обстановка, думаешь, сейчас будет резня, перестрелка в коридоре и так далее и тому подобное. А в итоге там хэппи-энд. Эти у меня запомнился хороший фильм. Достоинский посмотрел. Слушай, а ты смотрел русский фильм «Сволочи»? Нет. Я тоже нет. Хороший? А все же говорят, что давно. Я его помню только по… Я помню, когда Меньшов отказался давать премию за него. Да. Этим он и прославился. И фильм, и Меньшов еще раз. Да, 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 да. Которого все забыли. Ну, как-то забыли. Прекрасный режиссер. Да, Меньшов прославился тем, что отказался давать премию. Фильм «Сволочи». Такая цитата от Илья Вчередка. Очередная. От меня, точнее. Но это правда. Ага. Как мне однажды сказала одна знакомая, что Клод Дебюсю прославился после выхода фильма «Сумерки». после выхода трейлера игры «Рейн». Все хуже. Вообще. Да, я вспомнил Джонсон по поводу Снафа Паланика про съемки порнофильмов. Да, была такая книжка. Но я не читал, честно скажу. «Говорят, слили мы всю трансляцию и пойдут лучше в Halo 4». Вот это правильно. Неплохо, неплохо. Значит, значит, значит… Пожалуйста, не удивитесь в комментах. Это некрасиво. Не надо вот эти ссылки давать на банки. На банки нормально, можно давать ссылки. Я вижу, что уже хорошие есть. А вот на видео банки не надо. А Калакус, не будем мы тебя банить. Но ты уже как-нибудь не выдирай из контекста. А то я уже… Поспокойней себя и веди. Поспокойней себя и веди. А так все хорошо, конечно. Правда, что Авчеренко снимался видео под названием «Менеджер геймер». Да. Это из Акилова. Хорошие видео. Хорош. Хорош. Да, его даже использовали, короче, в передаче «На культуре» про… Насилие в играх. Насилие на работе. Насилие на работе лучше. Всякие сексуальные домогательства и платят на что-нибудь на работе. Вы реально там используете. Вот. Ну смешно, да. Кстати, как вы думаете, в будущем у нас будет ситуация с играми, как в Австралии, то есть, если 18+, то в России завозить не будут? Нет, у нас такого, я думаю, надеяться не будет. Вот. Потому что как-то… Я разбил ему голову только что. Опа. Как арбуз? Да, кстати. Неплохо. А мне сидеть и смотреть трансляцию, или пойти в XCOM поиграть. Мы уже скоро закончим. Да. Так что все будет хорошо. А если будешь картавить, то рискуешь стать мертвым рейпером. Ничего себе. О, Боже. Как вы относитесь к онлайн-играм? Не считаете это пустой тратой времени? Да. Абсолютно. Ну, то есть, скажем так, вот смотрите, если я прихожу домой, вот я сегодня приду домой, включу XCOM и поиграю в него пару часов и лягу спать потом. Ну, или там посмотрю какую-нибудь серию и потом лягу спать. Если бы я любил, например, онлайн-игры, то я бы, скорее всего, пришел домой, поиграл бы в онлайн-игру 2-3 часа, и также посмотрел бы и лег бы спать. Какая, по сути, разница? Большая. Дело в том, что большая часть онлайн-игр не имеет права называться, в принципе, играми, потому что игра это определенный составной продукт, в котором есть начало-конец вызов, инструментарий. А онлайн-игры я не считаю играми, потому что в них нет челленджа, это не игра. Как ферма, например, в них нет челленджа. Нет там челленджа. Ну ладно, ты перегибаешь, а челлендж есть. Какой челлендж есть? В ферме. Да при чем здесь ферма-то? Вов! Хорошо. Где челлендж? Как сначала прокачаться, потом найти нормальные шмотки, потом пойти... На рейд. В инстанс, да, на рейд. Это все челлендж. Нет, давайте серьезно, это челлендж. Ну хорошо, это челлендж. Я же сказал. Именно такой челлендж есть. Просто другой вопрос в том, что он однобокий. И то, что там... Один раз ты сделал, два раза сделал. А в остальное время ты не видишь... В этом... Но сверху это челленджи. Это кулькулятор. В любом случае это челленджи. Все ты выполняешь, исходя из этих цифр. Ходишь в эти рейды, у тебя есть цели и... Не знаю, ты им следуешь. Ничего мы не позорим. Как бы... Мы пытаемся обозреть в сегодняшней трансляции максимально на этой грани ультра-насилия, которое, как верно заметил Стас, в свое время ввел бёрджерское понятие. Вот. И хотим, в первую очередь, донести главную простую вещь. Потому что нормальные, адекватные люди от показного... А что там позорим-то? Ну, типа, видео с банкой. Вот. И показного визуального насилия не перестают быть адекватными людьми, как бы. И даже при условии регулярного употребления. Потому что, ну, как ни крути, большинство современных хитовых игр, которые выходят или ждут своего выхода и так далее, связаны именно... Вот вам красная казнь, пожалуйста. Опа. А почему она красная? Ну, красные квадраты. Это фашист вообще какой-то? Ну, какой... Что-то вот такое... Нормальный, нормальный. Вот. Какие части пилы вам понравились больше? Первая и вторая. Первая и вторая. Я посмотрел первую, устал на третью. А потом они в какое-то говно. В мясо просто. Да. Так себе тут все. Почему мало хоррор игр в современном сеттинге? И вместо этого нас постоянно пугают космическими станциями, катакомбами и прочей фантастикой. Вот, кстати, хороший вопрос. Да нет, есть в современном сеттинге. Амнезия в современном сеттинге. Амнезия в современном сеттинге. Слушай, это все инди. Какая разница? Это страшно, это реально страшно. Амнезия это не инди. Кстати, амнезия это нормальная игра вообще. Амнезия это, я не знаю, это какая-то игра, которая дал АГЭ в прошлом году игру года. Да? Да. Но это не значит, что она плохая. Да, кстати. Она очень страшная. Она страшная. И она страшная. Она просто пипец. И он в современном сеттинге. Страх в том-то и дело, он не должен быть блокбастером. Я имею в виду, подождите, слушайте, нет. 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 Что нет? Давайте рассыпем попкорна и все будет хорошо. Нет. Короче, хочется реально большую игру типа Dead Space. Ну Dead Space это абсолютный блокбастер. Абсолютный. Это не хоро. Он довольно страшный, кстати. Он довольно страшный. Да он вообще охренеть. Второй Dead Space отличный. Там сумасшествие. Я тебе говорю, он противный реально. Очень крутой. Ты просто вообще дурейший. Он очень страшный. Под Шебякин говорил, что он из-под одеяла не вылезал. Ну я тебе серьезно, реально. Dead Space дико страшный. Писал об этом. Первый Silent Hill, пожалуйста. Дико страшный. Вообще, когда первый раз, короче, появляется альтернативная больница с этими бродящими детьми, я просто думал, я сейчас с ума сойду как бы реально. Все ржавое, все в какой-то пленке, проволоке и ты ходишь просто в полной темноте в аду просто сатаны. Бродят еще. И дети бродят. В брожении. В брожении детей. Очень плохо вообще. Да. Попозорим. Ну поэтому я не знаю, но я надеюсь, что появится что в скором месте. В игре эффект зерна плюс трансляция тоже придает квадратов, супер атмосфера. Да, вообще, согласен. Какой у вас самый любимый длинный фильм? Длинный фильм? Так и написано? Какой у вас самый любимый длинный фильм? Наверное, больше двух часов. У меня вот старикам здесь не место. Смотрел как прикованный. Это отдельный жанр, что ли? Я не понимаю. Длинный фильм? Старикам здесь не место. Не, ну типа внеформатные. Ну еда есть такие. Но старикам тут не место, но идет 2.20 по-моему. Слушай, ну вообще, если правильно сказать, что это длинный, то Watchman, наверное. Потому что он 3 часа. Режиссерская 3.20 идет. Отлично. Сатан Танго. Дико. Шесть с половиной. Сайтан! Очень хорошо. Я честно говоря, когда смотрю фильм, я не обращаю внимания на то, сколько он идет. Ну ты знаешь, на 6 часов ты как-то обратишь внимание, я думаю. Часу на третьем хотя бы. А еще, кстати, ну как, кстати, трилогия «Властелина колец». Надо тоже вспомнить. А, ну да. Трилогия «Звездных войн» 9 часов. Неплохо. Или сколько там она? Ну она... Нет. Один фильм там идет, что-то 2-3. Нет, 2 часа там, мне кажется. Резидент самый первый, Resident Evil. Самый первый, когда собаки выпрыгивают в первый раз. Вот я действительно испугался. Но там вообще, на самом деле, первый Resident Evil был, наверное, из Resident Evil единственный действительно хоррор. А остальные все так. У Simon Hill, кстати, хоррор в современном сетте. Как вы относитесь к летсплейщикам, которые играют в хоррор? Тут ту же амнезию, например, PewDiePie. Он одним из первых начал этим заниматься. Не знаю, кто такой PewDiePie. Вот. Но, как бы, окей, наверное, молодец. Ну, это... Летсплеи обычно, они превращают хорроры в комедий-клаб. Потому что, смотрите, как человек визжит от появления непонятно чего. Ну, то есть, хоррор — это то, что ты должен переживать сам. Интимная штука, абсолютно. Летсплеи. Хоррор! Так, нашли банку. Господи, опять... Я уже устал потереть. Джанки Пук точно не получится. Летсплея. Бонец. Летсплея. Хоррор. Ааааааааааааааа! Уходи! Ха-ха-ха! Кошмар... Кошмар... Боже мой... Пора кончатьTM всегда... Ну, просто, друзья, на самом деле... Я просто... Кому... доступность выкладывания этого видео. А мы говорим о видеоиграх, ребята. Это кошмар, так нельзя жить, это плохо. На следующий день открываем интернет, и депутаты запретили видео с банкой. На следующий день открываешь skype, а там 8 ссылок от меня пошел по этому походу. Друзья, что мы хотели сказать вам напоследок. Я думаю, что нас слушают все-таки более-менее адекватные люди, и вы все прекрасно понимаете, что адекватный, нормальный контекст, который вы по жизни испытываете, эрудиция, начитанность, насмотренность и вообще в целом социальная насыщенность вашей личности со всей силы предотвратит подобные проблемы. Если же вы родители или собираетесь им стать, я думаю то, что вот новое поколение тех людей, по крайней мере, которые нас смотрят, они должны как раз быть первыми, которые понимают, что такое рейтинг, понимают, что можно детям, что нельзя. Для них игры... Такое возрастные рейтинги. Да, возрастные рейтинги, именно что. Что такое игра, и что это не какая-то вообще странная, в бирюльке играет, а то, что это действительно отдельный вид визуального искусства со всей силы. Обвинять игры в чем-либо, мне кажется, как минимум странно. Главное просто понимать, что это такое. Это касается абсолютно всех, кто вообще про них что-либо говорит. Не стоит переоценивать влияние просто игр, фильмов и книг на сознание. Да, но при этом надо заметить, что если вы своему ребенку, не знаю, в 10-12 лет даете игры типа Manhunt или Call of Duty Black Ops 2, а потом еще как-нибудь полирнете, я не знаю, видео с банком, а потом еще видео с банком, с банком, да, ограблением, полирнете, я не думаю то, что на его, так сказать, молодую психику это каким-то образом хорошо повлияет. Поэтому не удивляйтесь потом, если он к вам придет с ножом и скажет, а можно я тебя порежу? Вот так вот, да. Вот, поэтому самое главное иметь голову на плечах, остальное все, как говорится, приложится. В студии был Петр Сальников, Стас Ломакин, я Илья Овчиренко. Жестокое зло, будьте добрее, играйте в хорошие игры. Не смотрите видео с банкой, пожалуйста. Пока, ребята, а лучше и даже не пробуйте снять свое.